МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание, информация для водителей большегрузов. Расскажем, как контролируют большой транспорт на дорогах Краснодара и за что наказывают рублем. Крупный пожар в пригороде Краснодара. Сегодня утром в поселке Индустриальном загорелся склад. Пламя охватило деревянные поддоны. Огонь успел распространиться на 1500 квадратных метров. Вот что об этом возгорании говорят специалисты, которые и были на месте событий. Создавалась угроза распространения пожара на складское здание. Был повышен ранг пожара до третьего и вызваны дополнительные силы. Здесь на месте работало 8 стволов. Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров. Пушение пожара осложнялось сильными порывами и ветром. Это также тем, что данное складское помещение находится, скажем так, в безводном районе. И, соответственно, недостаток воды тоже осложнял действие. Часть складского здания все-таки повредилась от высоких температур огня. Пожар тушили 73 человека. Было задействовано 26 спецмашин. Точную причину возгорания пока не называют. Все подробности станут известны только после необходимых проверок. Футболист Краснодара снова замешан в криминальной истории. На этот раз у игрока быков Ари украли дорогие часы. Правоохранители уже установили, что злоумышленник незаконно проник в дом известного спортсмена и похитил 12 наручных часов. Общая сумма ущерба 23 миллиона рублей установить подозреваемого полицейским помогли камеры наблюдения и очевидцы. Оказалось, что с места происшествия подозреваемый уехал на автомобиле. Злоумышленник оказался ранее судимым местным жителем. Правоохранители выяснили, что несколько часов он уже продал. Остальные спрятал в подвале заброшенного здания неподалеку от своего дома. Сейчас подозреваемый под стражей, а футболист не устает благодарить сотрудников полиции. Я очень рад, что часы нашли, и у меня вновь есть возможность их увидеть. Правда, не все, половину. Но это очень важно. Некоторые часы очень важны. Например, как от Краснодара, который вручили за матчи, который я здесь провел. И те часы от Локомотива, который получил за чемпионство. Я благодарю полицейских за их работу. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают все причины и обстоятельства. Правила написаны кровью. Пора бы это понять. Ладно, сам убьешься. Так еще и кучу людей за собой утащишь. Пожизненно лишать прав. И ничего не слышат. В ухе-то телефон. Поступкам этого отчаянного гонщика уже заинтересовались сотрудники полиции. Сейчас по факту незаконного обгона проводят проверку. Дорожную тему продолжим нашей традиционной рубрикой. Это эксклюзивные кадры аварий, которые произошли за минувшие сутки на Краснодарских перекрестках. Видео ЕДДС. Закрутила на перекрестке. Авария с разворотом на 180 градусов произошла в районе улиц Рашпилевская и Мира. Там столкнулись две иномарки. От удара одну из машин отбросила в дорожное ограждение. На Красных партизан и аэродромной неудачная встреча состоялась у двух автолюбителей. Водители не вписались в поворот. Да так, что одна из легковушек вылетела на клумбу. Пересек сплошную, проигнорировал светофор и не обратил внимания на знак. Водитель за рулем иномарки поехал с нарушениями на перекрестке Школьной и Филатова. Далеко Лихач не уехал, врезался в легковушку, владелец которой планировал повернуть. А чтобы таких дорожных происшествий было как можно меньше, нужно соблюдать правила. И не только дорожного движения. Вот, например, большегрузы контролируют на территории Кубани автоинспекторы и сотрудники Ространснадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Операция «Грузовик» уже стартовала на всех постах ГИБДД. На какие документы обращают внимание прежде всего и что грозит водителям-нарушителям, расскажем в нашем сюжете. «Что везете? Пустым возвращаюсь. Путевочка, все в порядке. Медика прошли, да? Давайте посмотрим документацию». Как оказалось, с документами у Владелена Чернова все в порядке. Мужчина занимается перевозкой бензина. Есть страховка, разрешение на перевозку грузов, соблюдение режима труда и отдыха тоже в полном порядке. Мужчина признается, что за 20 лет его работы на грузовых авто не было ни одного нарушения. «Почему надо соблюдать? Потому что это опасный груз и представляет собой объект повышенной опасности как на дороге, так и везде. Поэтому наша компания это соблюдает». Но не все такие сознательные. Вот, например, Роман Малахов перевозит цемент. С документами на груз все в норме, а вот о себе водитель не позаботился. У него нет тахографа, который необходим для фиксации режима труда и отдыха. За это нарушение водителю придется ответить рублем. Сотрудник автоинспекции выписывает ему штраф в тысячу рублей. «Стоит тахограф неустановленного образца для Российской Федерации. Вот и все нарушение. Сейчас вынесут штраф, выпишут, заплатим штраф, исправим нарушение. Будем так же ездить, работать, стараться не нарушать». При проверках обращают внимание прежде всего на техническое состояние грузовых авто, проверяют путевую документацию, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также документы на перевозимые грузы и прохождение предрейсового медицинского и технического осмотра. «В случае выявленных нарушений принимаются меры административного характера. Составляются протоколы, транспортные средства в случае выявления опасных неисправностей ставятся на штрафные стоянки до дальнейшего устранения. «Все мероприятия, которые проводятся органами дорожной инспекции, они осуществляются с целью профилактики нарушений и предотвращения аварийности». Только за этот год на территории Краснодарского края было 225 аварий, которые произошли по вине грузового транспорта. Погибло 40 человек. А за 7 месяцев этого года автоинспекторы выявили более 48 тысяч нарушителей. Такие рейдовые мероприятия помогают уменьшить их количество и напоминают водителям большегрузов о необходимости соблюдения установленных правил. На этом все. Будьте внимательны, соблюдайте законы и смотрите нашу программу. Увидимся в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok